Люди вот пишут в комментариях, что я люблю зиму, люблю север, холод люблю. Люди настолько одурели от сытой, цивилизованной, высокотехнологично развитой жизни, что даже не понимают, что холод и зима, когда минус 20, это страшно, это смертельно. Это может запросто вас убить, как вот в старину было, ямщик ехал в метель, попал и замерз насмерть. У меня такое было, я из Карелии с севера, когда под Кемью как-то дурак финн не ту соляру залил, все, движок встал и ночь, минус 50, никого нет на огромное расстояние вокруг тебя, и ты просто можешь от холода, от зимы умереть, это опасно. Сейчас люди представляют себе что-то вроде вшей каких-то паразитов, вот у солдатиков вшей живут, и в Шам хорошо, потому что их хозяин, человек вот этот, он теплый, 36 градусов, на нем они размножаются, живут, но если вырубить это тепло, они зимой сдохнут все. Также вот если вырубить эту цивилизацию, что сейчас мы все видим, происходит, отрубают все больше и больше технологических вещей, благодаря которым вы живете на северах, все просто сдохнут. Уже никто не может, как сто лет назад, нормально в деревне выживать, печки топить, да и печей нет, вот я даже знаю многих людей, которые поломали печки, выкинули, потому что место в домах занимало, переделали дома, понатыкали себе всяких технологичных котлов, и все это очень уязвимо, зависимо. Понимаете, надо думать, саму суть видеть, не то, что вам сейчас в данный момент хорошо, вы там в теплой тачке катаетесь, там вас возят какой-то транспорт, вам домой тепло подставляют, а что будет, если все это вырубится, как вы будете жить непосредственно в мире будущего, который вам врубают сейчас везде, во всех странах, во всех местах. Вот в Бенелюксе здесь выше плюс 10 зимой почти все время, то есть при таких температурах жить можно просто легко в любых условиях, а там, где минус 10, минус 20, минус 30, тем более, жить нельзя ни в коем случае, это очень большие риски.